расскажи пожалуйста о себе как вы нашли школу вот и почему почему решили преподавать мне 28 лет я жил в городе перь захотела я работать я уже до этого работала преподавала в школе после окончания педагогического университета и потом я ушла в продолжительный декрет с декрета в декрет и у меня большой как бы перерыв был в работе и потом я озадачилась что пора уже идти куда-то работать и стала искать какие-то вакансии но дело в том что у меня с одной стороны маленькие дети а с другой стороны я очень часто и много путешествую то есть какую-то постоянную работу где есть ограничение по продолжительности отпуска то есть нельзя так просто взять и куда-то уехать с одной страны и с другой стороны там нельзя будет так часто брать например блиничный вот и конечно у меня было ограничение по этим параметрам вот и случайно когда просматривал всякие вакансии на хэдхантере в частности натолкнулась на рекламу школы и заинтересовалась почитала и решил попробовать какие у вас остались впечатлениям после первого собеседования как это вообще проходил процесс мне мне очень понравилось все было достаточно понятно современно увлекательно то есть не было такого какая-то знаете строго так все напряженно то есть не было такого вы очень все доброжелательно мне очень понравилось сразу позвонили назначили удобное время для собеседования вот и собеседование тоже прошло мне очень понравилось все таки были доброжелательные на позитиве то есть это конечно очень импонировал а первый ученик как прошло первое занятие я конечно не помню нужно это наверно да запоминать записывать нет я не помню именно кто был первым учеником я помню что была конечно подготовка к работе и все детально объяснили достаточно было все понятно еще одним фактором почему мне нравится эта работа является то что все это в онлайне все это связано со современными технологиями и я еще когда была в декрете закончила курсы по программированию по дизайну и конечно меня очень привлекает что я могу совмещать и работу преподавателя и не отрываться от современных технологий чего не хватало там например когда ты преподаешь в школе или в университете в том же самом а вот и первый урок я помню что в принципе все было хорошо все прошло единственно что так когда новые ученики приходят им нужно помогать объяснять что как потому что большинство не сталкивались с таким обучением и для них это все в новинку и приходится им конечно все объяснять но это тоже своего рода такой опыт взаимодействие с людьми очень приятный а как вы вообще пришли в преподавание и почему выбрали именно английский язык а это тоже очень интересная история я делал в том что до того как поступила в университет я выступала в театре моды то есть я ездила на различные фестивали по всему миру и когда первый раз я приехала за границу я помню это была Прага в Чехию мы приехали и я услышала иностранный язык я ничего не понимала я чувствовала себя полным полным профаном и я поняла надо что то делать потому что хотелось общаться с другими людьми вот и я усиленно приехавши в Россию начала заниматься учить английский язык ну и конечно как это все с преподаванием с преподаванием связалось я в детстве наверное мечтала быть учителем и когда поступила в педагогический университет сначала конечно главная цель у меня была выучить английский язык чтобы свободно путешествовать общаться с людьми а когда уже проходила практику я поняла что мне нравится не только разговаривать на английском но мне нравится еще обучать людей то есть я поняла что мне это доставляет удовольствие с одной стороны а с другой стороны я увидела что ну вот есть обратный отклик что людям нравится как я объясняю что им это понятно для них это увлекательно что их это мотивирует к дальнейшему обучению здорово если сравнить процесс когда вот вы учили английский сами ну или с преподавателем и то как сейчас вообще сколько сейчас много возможностей выучить английский язык как сильно изменилось это ощущение ну то есть вы бы сейчас если бы вы были вот в прошлом и вам дали бы вот например онлайн школы вы бы как отреагировали на это ну наверное разница колоссальная ну конечно это знаете то же самое как я не знаю ньютоны сейчас в наше время переместить потому что тогда когда я изучала английский у нас был словарь в котором нужно было все искать эти все слова такой допотопные конечно и учебники такие были очень однообразные неинтересные какие-то задания очень примитивные сейчас конечно такое разнообразие я даже сравниваю как вот я несколько лет назад преподавала и как сейчас вот я работаю и я думаю если бы я если мне предложили вернуться хотя мне предлагали если мне предложили вернуться снова тоже преподавать я бы подумала ну мне бы не хотелось потому что я бы думала как же так а там нету вот этого встроенного словаря там нету вот нельзя будет посмотреть фильмы с субтитрами нет вот этих всяких и развлекательных заданий упражнений то есть вы конечно это все очень это комплексный подход он очень помогает мне кажется и ученику и учителям и делает процесс обучения наверное увлекательно как бы вы оценили вовлеченность вообще русскоязычных людей в изучение английского языка сейчас сейчас я думаю что он достаточно высокий на пике потому что люди путешествуют люди люди получили возможность работать удаленно фрилансом то есть в той же сфере IT и конечно понимают что сейчас без английского языка в любой сфере не обойтись то есть люди из разных совершенно сфер приходят обучаться и они понимают что без английского уже никак никуда а у вас были какие-то сложности с с преподаванием онлайн ну в плане как вообще вам нравится больше лично преподавать когда вы сидите перед человеком или онлайн на платформе если вот например онлайн это вас полностью устраивает то были ли какие-то сложности которые доставляли задуматься может не вернуться нет и конечно до того как я приступил к обучению у меня преподавание у меня были какие-то сомнения насколько это будет комфортно потому что все равно прямой контакт он все равно более естественным нежели ты это делаешь в онлайне и конечно были такие сомнения но когда я начала работать я поняла все плюсы конечно во-первых мне не нужно тратить время на то чтобы доехать до места работы мне не нужно я не знаю там лишний раз контактировать с учеником то есть нет никаких неловкостей настолько все комфортно и не отвлекает от процесса обучения поделитесь пожалуйста своим преподавательским кредо который помогает вам дальше плыть по своей карьере ну у меня конечно очень много сейчас его не вспомнить но наверное главные мои особенности в работе во-первых это индивидуальный подход потому что я всегда интересуюсь что нравится ученику что его окружает и конечно это ученика мотивирует очень сильно потому что он видит что с учителем есть что-то общее и конечно более вовлечен в процесс обучения это во-первых во-вторых ну наверное это чувство юмора какое-то потому что преподавание оно должно не только быть таким как вот раньше в советское время преподавали все по указке то есть оно должно быть увлекательно чтобы не было напряжения чтобы как бы снизить такую атмосферу напряженную ну и третье это наверное кругозор потому что обучение иностранному языку английскому это не только обучение грамматики прослушивания и чтения текстов но это какой-то кругозор то есть язык это все предметы сразу то есть это возможность узнать обо всем только на другом языке то есть и меня это тоже мотивирует в то же самое время изучать что-то узнавать узнавать информацию с которой со мной делятся ученики то есть это такой двусторонний процесс который помогает в работе очень сильно а чем лично вы вдохновляетесь? ну во-первых я вдохновляюсь путешествиями это огромное это огромный кругозор это мотивирует дальше преподавать и самой обучаться во-вторых меня очень мотивирует мои дети они меня подстегивают дальше развиваться узнавать что-то новое быть в курсе всего то есть это тоже очень сильно помогает ну и конечно ученики тоже очень сильно мотивирует дальше развиваться потому что ты видишь что сколько всего в мире есть разных сфер потому что ученики совершенно разные и тебе приходится так или иначе что-то в себе менять улучшать такой вечный улучшайзинг мне это конечно очень нравится пожелайте пожалуйста напоследок что-нибудь школе ученикам преподавателям школе ученикам в школе я желаю дальше развиваться не останавливаться недостигнутым чтобы дальше рос потенциал в школе чтобы было больше учеников больше учителей чтобы школа развивалась как единая целая команда чтобы это было не просто отдельно ученики отдельно учителя чтобы это был коллектив и чтобы все чувствовали себя как одно единое целое которое движется в одном направлении и чувствует что они делают что-то такое хорошее на благо общество делает чуть-чуть мир наш лучше учителям я желаю обычно желают хороших учеников но в принципе я не сталкиваюсь с какими-то плохими учениками поэтому я желаю чтобы было больше позитива чтобы больше было энергии сил преподавать и развиваться самим а ученикам желаю что можно пожелать кроме как достигнуть своей цели и чтобы этот путь прохождения достижения своей цели он был увлекательным и школа и учителя помогут в этом Мария, спасибо большое за интересное интервью хорошо, спасибо большое приятно было познакомиться и мне тоже и мне тоже Продолжение следует...